Взял один за горло, я тебя на войну отправлю сейчас. Каждый может выйти, тебя унизить, в спину кирпич. Как открыли такой рот. Работники коммунального предприятия «Водоканал», которые занимаются в городе Рени сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов, обратились в городской совет и к нам, журналистам, с жалобами на оскорбления, унижения и даже рукоприкладство со стороны некоторых горожан. С бригадой, которая наводит в городе чистоту и порядок, мы проехались по некоторым участкам и в конце трудового дня пообщались в гараже предприятия. У людей такое отношение к нам, как будто мы второсорные или тридесорные. Если вывозим мусор, то ничего страшного. Кто-то работает в докер, кто-то. Они вот такое отношение, ну чмарят нас просто. Мы не можем словами сказать. Если что-то слово скажешь, они такой рот открывают. Была такая ситуация, когда вышел, я не знаю, кто он, военный, не военный, но человек. Вот он вышел и берет за руку, тянет. Ты должен поставить здесь эти контейнеры. Я говорю, они стояли здесь, мы выгружаем и все. Нет, я сказал здесь. Начинает грузчиком. Он, человек, говорит, я завтра на работу не прийду, потому что меня побьют. Вот. Нету защиты, получается. Вот и все. То есть каждый может выйти, тебя унизить, потому что ты работаешь на мусоре или ты собираешь мусор. Забрали контейнер, это был. Женщина вообще никак не связана была с контейнерами, то есть она не платит, не живет там, не связана с этим участком. Ну, с этим, так сказать, местом. Просто прошел мимо, что-то там не понравилось. Мусор у нее именно я должен тоже почему-то убрать. Хоп, в спину кирпич. Люди, бывает, и кидаются нам, и нагло кидают, и ругают, и мотикают. Просто как бы унижают, не считают нас людьми. Пусть Юру в горобе взял, один за горло, я тебя на войну отправлю сейчас. То же так нельзя. Но за людей вообще не считают. Много с кем ругался из-за этого, но говорят, ты что, я тебя сейчас и дальше не буду. Угроз очень много было. Вы поймите, уволятся эти люди? Просто, вот они завтра возьмут и уволят. Посмотрим, кто будет убирать мусор. Вообще, раньше мусор, ну, вот еще вы помните, мы в детстве были всегда с колокольчиком шли, и люди сами выбрасывали мусор. Шла машина, и каждой не было. Никто никогда не ходил, не собирал. Мусор, сейчас, если мы посылаем, ребята, ваш мусор, потому что все понимаем, кто-то на работу уходит, некогда стоять ждать. Все заняты, они вынесли, и ребята, ну, не нужно наглеть, нужно хотя бы спасибо им сказать. Поговорив с бригадой чистоты, мы выяснили, что причины конфликтов работников водоканала с жителями города бывают разными. Одна из них – это нарушение графика вывоза мусора. На сегодняшний день техники для наведения порядка в Рени хватает. Каждый будний день из гаража выезжают три машины мусоровоза – «Мерседес», «МАЗ» и «Газон» на частный сектор. Если бригады не успевают или что-то ломается, есть возможность выпустить на линию и трактор. У нас город разбит на пять частей, честный сектор. Каждый божий день выезжает машина на участки. И контейнера шесть дней в неделю мы их берем. И нет, ну, бывает у нас иногда, может, поломка какая-то или что-то, или погодные условия. Не выезжаем, там или полдня поработали. То начинается. Вот это зачем? Если надо решать вопрос здесь, например, я занимаюсь этим мусором, или кто там есть у нас в свободном отделе, зачем трогать директора, зачем трогать мэра? У них есть свои проблемы. Звоните нам. Сейчас жара. В эту жару они ходят с утра до вечера. Вы попробуйте, постойте, хотя бы пройдите за машиной два часа в эту жару. Или зимой, когда на улице метет, все сидят, прячутся. Мы под дождем, ребята. Да, под дождем. В любое время, в любую погоду они все равно обязаны, они делают свой участок. Даже вот звонят, уже сильно промокли, механик звонит, они заедут, погреются там, потому что нельзя работать. Завтра встанем пораньше или в субботу доберем его. Мы переносим эти графики, а тут возмущение. Игорь Викторовичу звонят, у меня не убрали. Говорят, ну вы посмотрите на улицу, что там творится, там собака. Нормальный хозяин собаку не выгонит в такую погоду, а вы хотите, чтобы у вас забирали мусор. Даже бывает забыли там, ребята, мы пропустили, упустили там мусор, мы забрали коробку. Звонят в России станции. У меня кабина 45, спинация мокрая. Говорят, ну нельзя так, ну упустили, не заметили, ребята. Забрали бы, завтра будет завтра. Все, обязательно звонить. Как открыли такой рот. Ну я там моткнулся немножко, психанул и вышел. Муж бежит за мной и драться. И говорит сюда. Потом он убежал, я тебе покажу, где Балтик обрушает. Ну что, я служил на Балтике. Я говорю, я тебе покажу, где Балтик обрушает. Выбежал. И не хотел понять людей, понимаете. Вот мы вам платим еще вот так. И зовут коробку. Я говорю, ладно, если было там с кухни, чтобы звонял. Ну вот бумажка, бумажка. Пусть она лежит там. Чтоб неделю полежала, ничем не было. Ничего страшного. Нет, заберите хоть. Я зашел им сказать по-хорошему, они откажутся. Это постоянно бывает так. Многие жители занимаются самовывозом. Чтобы не заезжать далеко, потому что там в свалку заезжаешь, когда толкают свалки, там стекла биты, это, чтобы на легковых машинах, то с прицепами люди ездят. Они не хотят туда заезжать, потому что уж не порезать скаты. Они прямо на въезде выкидывают кучи, потом подъезжают мусоровозы. Они не могут заехать. Мы вызываем бульдозер, приезжает бульдозер. Пока это все занесем, мы по полдня тратим, чтобы высыпать мусоровозы. Из-за этого у нас потом срываются и графики, потому что вывоз, они должны высыпаться, идти опять на маршрут работать. И не могут высыпаться по полдня, освободить машины. Срываются графики, а у нас нет такого. У нас каждые пять дней пять участков. И они должны, потом выходят в субботу и воскресенье, дорабатывают те графики, те участки. И люди возмущаются, что у нас должны были в четверг забрать. А за целый день простояли пакеты, собаки растащили, приехали в пятницу. И многое вот это сбивает нас с графиком. Люди высыпают мусор на свалке, прямо на проезжую часть. Когда съезжаем, сделали дорогу сплит, они просто в наглую высыпали и все. То есть совести нет у людей получается. И объезжаешь, проваливаешься в болото. Разве нельзя? Ну просто, не знаю, нет слов просто. Случается, что бригаду задерживают хозяева домов, которые забывают вовремя вынести на улицу мусор. А когда машина уже проехала, просят вернуться назад. Бывает такое, что мусор забираем, и потом сзади его выносят. Сзади, позади нас его выносят, забыли его вынести. И потом начинают писать жалобы, то, сё, пятое, десятое. На этой неделе была с водителем. Улица Новоселого. Прололок туда, прололок туда. Задний ход водитель дал туда. Мы проехали, всё забрали. Всё забрали. Едем назад, вынесли опять. Подняли ковш, всё. И ради одного дома надо было выносить ковш, опять опускать ковш. Водитель начал ругаться, говорит, куда вы смотрите? Ой, я забыл. Как можно забыть? Вот, а не нормально. Это не первый раз ситуация такая была. Нередко возникают конфликты из-за того, что бригада отказывается забирать большие кучи сухой травы и строительный мусор. Также нередко люди выносят к мусорным контейнерам старую мебель, поломанную аппаратуру, металлические изделия и многое другое, что не относится к твёрдым бытовым отходам. Твёрдые бытовые отходы приезжают здесь, ездят по улице трактор. Они забирают ЖКС. Вот ветки, металлические, пластиковые. Вот такой он забирает мусор. Листья, стёкла здесь выносят люди. Вот здесь видно, уже и побили эти стёкла. Бригады забирают по максимуму всё, что только возможно, что не сможет нанести вред дорогостоящим машинам-мусоровозам, закупка которых обошлась громаде в миллионы гривен. Если контейнер, допустим, гидравлика поднимает, ну, образно там 200 килограмм, строительного мусора набросает, там полтона раз, это всё накладывается. Большой проблемой являются растительные отходы, в частности виноградная лоза, ветки кустарников и деревьев после обрезки, а также трава, которой этим летом очень много. Они всё лето спят в Тимии, а трава растёт, трава выросла вот такая, сейчас они её сапой или косой косят, собирают в мешки, набивают в мешки, и потом, когда я подъезжаю, ребята, они кричат, дайте мне, верните нам мешки. И вот ребята там трусит эти мешки, аж машина-то качается. И эта трава вот так, корнями, она не выходит из мешка. И дайте нам мешки, и всё, я говорю, покупайте пластиковые мешки. Что они деньги стоят? Ну сколько стоит там, ну рулён, там 50 рублей, 70 рублей. Что такие деньги, откуда у нас такие деньги? Каждый делает ремонт, евро-ремонт, машина во дворе. Вы бензин покупаете машину, да, соляр покупаете, 50 рублей. Вот один литр стоит рулён, это самое. Ну не с кем говорить, они вот эту гору открывают, драться лезут. Были случаи, режут розу, накидают мешок и говорят, дайте нам мешок. Люди засунули это, потом вот такие руки распухшие, человек две недели на больничном, ему иголки вытаскивали, гниют руки из-за этих роз. Стекло там может быть, ещё что-нибудь. Поранят руки, потом люди не выходят. У меня когда людей нет, у меня некого на участок послать. Предупреждаю, если забитые так, что нельзя их сразу высыпать, там за пару минут, секунд, я даже бывает задерживаюсь 10, бывает, раз очень просят. Но предупредил, в следующий раз я выбрасываю сразу. Порванные и выбрасываем. Завязанные все, знаешь, выкидываем. Но так делают, что на зло закидывают просто там что-то такое, что легко высыпается, но специально шпицу запихивал, кто-то, чтобы оно, блин, не выпало. А как я должен это высыпать? Спицы, палки, всё самое застревает, оно не вылазит. Тяжело высыпается. А потом берёшь руками, у тебя вся рука проколота, ещё чем-то чешется, не можешь работать. Я говорю, представьте себе, что человек целый день, каждый двор, под два-три мешка. Ребята въезжают, плачут, что руки болят уже. Я объездил, я был и в Волграде, и в Измаиле, и в Сарате был, и в Татарбунарах. Нету нигде. Только здесь, верни, вот эти мешки, вот эти всякие бандараньки, эти. И ребята их выгружают, оставляют. И после них или ветер сдул, или кто-то прошёл и забрал эту бандаранку, и потом к директору, верни мне бандаранку, иди купи мне. На днях фермер с села Котловина Иван Кобзаренко проезжал по селу Владычень, что в Болградском районе, и увидел следующую картину. Посмотрите, село от Болграда километров 20. Всё как красиво, бачки стоят, трактор подходит, забирает. Вот когда у нас так будет? Доживём ли? Такие симпатичные контейнеры можно увидеть уже и в Рене, но, к сожалению, не все могут позволить себе такое приобретение. Но это не значит, что для мусора надо выделить мешки многоразового использования. Просто, чтобы люди знали, что мешки мы больше не будем возвращать. Если он набил, мы её сразу и так измолили, и всё. Вот они берут масловые мешки и возвращают. Нет, ты мне вот тот дай. И он потеряет кучу времени, чтобы его трусить вот этот мешок. Это что, издевательство или как это? Просто, чтобы люди знали, что мы мешки не будем возвращать. Чтобы они не звонили и чтобы они не обижались на нас. Если улица хочет раз в неделю провести, образно, субботники, либо надо вывезти мусор, сухая трава, там ветки, звонят, ЖКСовский трактор приезжает, как бы даём присып, они грузят и вывозят. Нам проще трактором вывезти, чем специализированными машинами. Грузчики просят жителей не перегружать ёмкости с мусором. Они должны весить не более 50 килограммов, чтобы их можно было поднять и высыпать в машину. Ещё один повод для конфликтов водоканала с жителями Арини – это порядок возле контейнеров. Бывает, что к моменту прибытия мусоровоза накопился мусор и на площадке. Кто его должен убрать? Контейнерный майданчик, чистоту и всё, что во дворе, отвечает ОСББ. Тот или управляющая компания, с кем у нас договор. Есть с людьми, допустим, договор, то они должны... У нас договор на вывоз мусора. Если при погрузке... Вот у нас раньше была машина, такая, железные контейнера, если шапкой его нагружали, когда мы его поднимали, часть падала. Поэтому у нас ехал человек с лопатой, мы собирали этот весь мусор. Сейчас контейнера у нас с крышками. Он при подъёме, открывается крышка уже внутри, у нас ничего не рассыпается и ничего не падает. То, что погрузили в контейнер, мы обязаны вывезти. У нас механизированная погрузка с многоэтажными домами, а с частным сектором у нас ручная погрузка. Ну, вот грузчики, ребята идут и собирают. Всё, что на площадке, должны отвечать, допустим, ОСББ. Убирает двор, контейнерная площадка относится ко двору. Это их контейнерная площадка. Они сами, жители, должны содержать в чистоте свой двор и свой контейнер. Вот вы, если дома выносите контейнер, свой частный дом, и я пошёл, пакет рядом кинул, то кто должен убирать у вас перед домом? Хозяин. Если они считают себя хозяевами этого двора, я думаю, они будут содержать его в чистоте. Если они там себя ведут, как квартиранты, то... Говорю, вот последний контейнер пустой, а на землю вот, смотри, сколько накидали. Половина мусора в свадьбе, кто будет убирать? Вот, она дырявая. Половина мусора на земле остаётся. Кто будет убирать? Люди выходят, возмущаются. Преградой для новых мощных мусоровозов в центральной части города становятся автомобили, припаркованные возле контейнеров. А также беспорядочная парковка возле магазинов и кафе. Каждый божий день она мешает здесь нам работать. Ещё одна синяя здесь стоит. Синяя в феврале. Мы постарались сейчас вот эти контейнеры, евро вынесли на тротуары, потому что в дворах вообще нельзя заехать. Когда забитые. И вот как-то вот с этими парковками как-то решить или знаки поставить, чтобы они могли приехать возле площадки, загрузили, выехали и всё. То есть возле мусорки не парковаться? Ну, вот паркуется, машина целыми днями там стоит. И паркуется где попало. Особенно вот здесь в Поленино. Есть контейнеры, площадка, он приезжает на машину, ставит машину и уходит. Где-то в дом культуры, где-то. И целый день стоит эта машина. Ребята приходят забрать контейнеры, не могут. Мужчина должна встать посередине дороги, закрыть дорогу, пока выгрузим эти контейнеры. На пролетарской, сейчас как она, Морвагалской, там напротив чоколадки. В три года вот так встань и попробуй пройти. Не пройти, не проехать. Как-то парковаться так, чтобы можно было работать нам. Ближе к окраинам другая проблема. Там мешают разросшиеся деревья и кустарники, которые хозяева не обрезают. Деревья повырубали, деревья, да, эти большие. Они пустили сейчас вот эти ветки, закрывают пол улицы. У нас улицы так узкие, они закрывают пол улицы. Мне, чтобы выехать на перекресток, надо выехать метр-полтора, потому что кабина высокая, или пусты, я не вижу легковую, или ветки высокие, кабина высокая, я не вижу ничего. Я должен выехать на дорогу. Говорю, вот ему сайрандей, хорошо, Коля, хорошо, сделаем. Но когда... По Дунайской, по Концомольской, до Яндылы, от Милиции до Яндылы. Вот такой, в туннель едешь. Ну, вроде бы, когда получили эту большую машину, очистили чуть-чуть деревья? Очистили, они опять заросли, сейчас пустили в эти листья, орехи, они тяжелые стали, и запустили снизу, запустили. Деревья заросли, вот эти орехи, провода, вот они мешают этих больших машин, постоянно. Они вот должны ехать только посередине улицы. А так невозможно работать, видите сами. И самая распространенная причина конфликтов это тарифы на вывоз мусора и новые правила оплаты, которые производятся из расчета на каждого прописанного человека. Жители спрашивают, почему надо платить за вывоз мусора из расчета на одного человека от домовладений, где никто не прописан. Каждое домовладение, он должен содержать в надлежащем виде, ему должна предоставляться услуга, и он раз в месяц он должен иметь право пойти, допустим, вы уезжаете, дом оставляете, вы можете оставить ключи соседу, чтобы он раз в месяц наводил порядок, мы обязаны предоставить услугу ему выбросить. Не соседу там под забор или куда-то, все равно на одного человека это по закону прописано. Если у вас там три дома, там квартиры и за каждое по одному, если вы по одному прописаны, а по остальным вы оплачиваете за одного человека. Большие проблемы с вывозом мусора на так называемой Залиманской могале, которая пострадала после затоплений, где практически разрушены дома. Те дома признаны нежилые, им дали квартиры, но за ними остались еще тогда не переделали участки, и многие жители там живут. Они там никто не прописан, потому что они все прописаны там за мусор, там никто не платит, потому что сейчас идет по прописке, там дома признаны нежилые, мусор они, чтобы не платить, берут, бросают соседям под забор, забор, люди там не проживают, потом приезжают через полгода, там свалка у них, потом снимают, и вот водоканал не убирает мусор. Так извините, мы, во-первых, здесь в этом районе никто не заключает договор, никто не оплачивает мусор, но я коллективно говорю, давайте соберитесь улицы, придите, напишите заявление, мы к вам, мы вас тоже будем обслуживать, писать заявление никто не хочет, но выбрасывать мусор, все хотят, чтобы мы приезжали, забирали, но оплачивать никто не хочет. Мусор у нас убыточный, ведь не секрет, что частный сектор считает своим долгом мусор, не платят, машину, выезжают и в контейнер забрасывают. Ведь платят не из-за того, что нет денег, а просто из принципа. Где-то можно не платить, вот мы этим пользуемся. Я видел, наблюдал, что приходит бабушка там вся такая старенькая, да, я там по-первых, иду, положение вхожу, смотрю, ну внучок сидит в хорошем Мерседесе, ждет за углом, потом раз посадил, все нормально. Покажите мне сегодня дом, в котором никто не живет, а не сдают за 15-20 тысяч гривен. Понимаете? Ну, сегодня он не живет, завтра она взяла постояльцу, также с канализацией. Очень много домов когда-то в советское время подключили с канализацией, пока не знаем, ну ищем, но все же, понимаете? Да, если у него, допустим, ассенизаторская яма, мы смотрим по-другому, и за 20 лет ни разу не выкачивались, куда-то же уходят. Понимаете? Вот по Балканам, допустим, как дождь идет, выкачивает говно на улицу, идет нормально, все считают своим долгом, все видят, все слышат. Понимаете? Тут, знаете как, надо уважать труд этих людей, которые каждое утро выходят и слушают кучу грязи о себе, на них почему-то считают, что это реально сказали, что это люди второго ссора. Их не будет, все утонут в этом дерьме. На сегодняшний день все временно перемещенные особы, которые даже стали на учет, не стали на учет, никто из них не оплачивает мусор, потому что они здесь не прописаны, а у нас, мы, местные жители, которые здесь прописаны, должны оплачивать и за них, потому что по законодательству мы их никак не можем убязать, они могут сегодня выбрасывать, завтра уехать, не уехать, тут долг они никогда не погасит, даже если они не станут на учет, они могут выехать, поэтому их не привяжешь к адресу, они могут сегодня у вас снимать квартиру, завтра у другого, поэтому у нас все квартиры, которые, как вы говорите, пустующие, они практически сдаются и получают доход, но, потому что там никто не прописан, они не хотят платить хотя бы за одного человека мусор, где там проживают, и 4, и 5, ну, по-разному, пустых домов и квартир очень мало. Ну, они же вывозят, не космонавцы нам прилетают с этим мусором, вот, четко сказали, оплата по пропискам, дети за границей, ну, вам же ничего не стоит, чтобы дети скинули фотографию, там, последней страницы пересечения паспорта, придете в водоканал, все сделают, дети в Одессе живут, возьмите в Кану, где проживают, в ЖЭКе, возьмите справку, ну, нет безвыходных ситуаций, но, как покричать, пришли ко мне в горсовет, покричали, мы потом пошли, разобрали, все довольны, но покричать они не кричали, понимаете, кричать я умею, смысл. Еще один камень преткновения, это тарифы, в городе Ренивы, вывоз мусора из частного домовладения стоит 20 гривен 52 копейки в месяц на человека, сумма небольшая, если учесть, что за мусором приезжают, забирают и отвозят его на свалку каждую неделю, мы поинтересовались, сколько платят за вывоз мусора жители других городов. В Одессе вывоз мусора стоит минимум 34 гривны на каждого жителя многоквартирных домов и минимум 58 гривен на каждого жителя частного сектора. В Измаиле вывоз мусора стоит 39 гривен из расчета на одного человека. В Болграде вывоз мусора для жителей частного сектора стоит 23 гривна 35 копеек в расчете на человека и местный Горводоканал уже заявил о своем намерении повысить тариф. В Сарате вывоз мусора для частного сектора стоит 23 гривны на одного человека в месяц и тариф собираются поднять до 36 гривен. И кричат 20 рублей это дорого. На сегодняшний день вот я сегодня подъезжали с Кривого Рога ребята и я говорю почему у вас мусор? Он говорит 198 гривен за троих я плачу. И это цена до войны еще утвержденная. На сегодняшний день то что мы собираем нам даже не хватает заправить топливо. Не то чтобы ребятам еще заплатить зарплату или как-то поднять или как-то премировать их отблагодарить ну показать ну что ребята справляются с моей работой я считаю что на 100%. 20 человек писателей которые сами создают трудности сами ругаются сами потом ажиотаж была у нас касса приходили бабушки приходили платили все нормально вы все воры вот они приходят и говорят ваша Ниченко вор я говорю ребята если вы считаете кто-то вор бухгалтерий пожалуйста приглашаю вас на работу пришла Галина Пантелеевна пришли еще там я говорю ребята вот Галина Пантелеевна ты там в каком году не помню работала в директором водоконала сейчас на пенсии приглашаю тебя на работу на полгода буду доплачивать буду что-то найду изучу средств научи может быть кто-то неправильно может быть неправильно тариф подскажи научи ведь сегодня чтобы вы понимали в городской совет все те работники приходят которые пытаются устроиться вот временно перемещенные меньше зарплаты чем 40-50 тысяч они не хотят простите у нас зарплата там от 10 до 25 в городском совете я как мэр получаю в среднем 30-35 тысяч гривен не хочу вот такая у меня зарплата приходите поработайте писать и я умею в интернете всякие какие-то гневные вы придите и поставьте плечо ведь сегодня никто же не обращает внимания чтобы возле нас вокруг города там 3-4 тысячи фур раз в месяц выезжают коммунальщики собирают и собирают извините и гамно и всякое непотребление так и здесь люди убирают этот мусор водоканал когда кто-то на третьем этаже или на четвертом кинул допустим шкарлупы от картошки забилась канализация все ныряют на аши кто пойдет работать знаете у меня есть одноклассник Акриш Анатолий Афанасьевич мой 10 лет с ним сидели за партой он так офигенно красиво разговаривает и пишет в интернете приди работай Толик приглашаю не писать там какую-то ерунду просто на месяц на два покажи там может кто-то лучше справится я не спорю ведь нет знаете предела совершенства вот пришли к Валерию Михайловичу там 10 человек повозмущались повозмущались дальше результат уволятся эти люди кто будет работать я наблюдал смотрел кто приходил к Валерию Михайловичу основная масса мужчин мужей сыновей все за кордоном либо еще где-то вот они пришли покричали и довольны ушли дальше приходите поработать к сожалению никто пользуясь случаем приглашаю на работу в городской совет вакансий много водоканал ЖКС но мы не конкуренты с частными фирмами не конкуренты есть многие женщины которые реально профессионалы придите просчитайте и посмотрим вот одна мне звонит недавно говорит вот вы просчитайте нам докажите что оно правильное обоснованный тариф мы тогда извиниться нет вы помогите однако вернемся к проблеме с которой мы начали этот репортаж отношение жителей города к рабочим водоканалам есть и хорошие говорят нам спасибо довольны выносят нам и воды холодную дают ребята не все такие плохие есть многие это же не знаю как сказать на камеру нашего судьи да жена Вера вроде там полиманская там становится на перекур сорок она нам воды приносит и арбуз дала нам и булочки нам выносит женщина вроде такая ну нам спасибо говорит да вот такая хорошая женщина постоянно нам благодарит ребята спасибо спасибо есть очень многие хорошие есть не говорю что все плохие нет есть очень много хороших наведение в Ренийской громаде санитарного порядка и поддержание чистоты наше общее дело поддержите бригаду водоканала ставьте лайк пишите свое мнение и предложение о том как сделать наш город чище в комментариях и конечно вовремя оплачивайте услуги по вывозу мусора аплодисменты по вывозу